На сегодняшний день, если взять США, то 40% товарооборота всего крутится в области франчайзинга. Европа 60%, Япония до 70%. У нас 1,5%. То есть, не говорю, что это плохо, это хорошо, то есть, ниша открыта. Франчайзинг охватывает более 80% всех отраслей. Я не знаю, по крайней мере, где отрасли, где не используются. Наибольшая франшиза в области военных технологий, это автомат Калашников. Выдано более 500 тысяч лицензий в мире за всю историю этого оружия. И так дальше. То есть, их есть несколько видов франчайзинга. Товарный франчайзинг, производственный, сервисный и франчайзинг бизнес-промата, конференционный, корпоративный и субфранчайзинг. Естественно, что барьером всегда является законодательство, локальное законодательство. В 2002 году в Европе принято законодательство, так называемый Римский договор, в котором они приняли закон о раскрытии информации. Он есть на сайтах, его можно всегда найти. Этот закон рекомендует всем странам Евросоюза и странам, входящим или ассоциированным в Евросоюз, как нужно причесать, грубо говоря, свое законодательство, чтобы соответствовать международным стандартам. Вот как раз именно этот закон о раскрытии информации формализует отношения в области, так называемых вертикальных договоров, дистрибьюторских договоров, тире франчайзинг. Все расписано, все показано. И меня всегда удивляет, почему мы придумываем велосипед, когда у нас подсказок очень много. Если мы хотим войти в Европу качественно, не только с точки зрения, скажем, ментальности нашей близкой к Европе, а с точки зрения конкурентности, мы вынуждены будем изучить это законодательство и принять те правила игры, которые двигаются не только на рынках Японии, США, а и Европе тоже. Оно все одинаково. То есть закон о раскрытии информации.